В последнее время жители Иркутской области мечтают о гибком или сокращенном графике работы. Эту тему обсуждают и в Госдуме. Там рассматривают законопроект об уменьшении рабочей недели. Как к этому относятся компании и сотрудники в регионе, выяснял сегодня Даниил Седов. В этом Иркутском офисе рабочий день в пятницу заканчивается в 4 часа дня. О таком сокращенном, а также гибком графике прибайкальцы мечтают все чаще. Но вот работодатели не готовы пойти на подобные изменения. Им по душе классический вариант. Большинство вакансий, которые размещают у нас работодатели, при пятидневном графике работы составляют 40-часовую рабочую неделю. То есть в пятницу такой же полноценный рабочий день, как и с понедельника по четверг. Конкретно у нас в кадровом агентстве в пятницу предусмотрен сокращенный рабочий день. Мы работаем до 16 часов. Доступны такие преимущества немногим. Например, сотрудникам государственных учреждений. Все зависит и от специфики организации. Но вскоре всех работников могут уравнять. В Госдуме рассматривают законопроект о сокращении рабочей недели с 40 до 39 часов. 60 минут заберут у пятницы. Но эксперты полагают, что такие изменения приведут к бумажной волоките. Мне кажется, что не будет принят этот закон. Но на час это, в общем, я считаю, что ни о чем. То есть, в принципе, его можно принять. И это скорее, видите, приведет к тому, что очень махина эта должна будет раскручиваться. Это все изменения масса, опять же, формальных документов, масса согласований. И, возможно, сотрудникам ради часа отдыха придется перерабатывать в остальные дни. А это дополнительная усталость, стресс и выгорание. Как раз этого люди сейчас избегают. Согласно последнему исследованию, более 80% работодателей после удаленной работы во время пандемии коронавируса жалеют о том, что им пришлось вернуться в офисы. То есть, люди готовы работать по 40 часов в неделю. Но им нужна возможность подстроить это время под свои потребности. Люди не хотят перерабатывать. Они хотят иметь более гибкий график. Но при этом такой уж большой заинтересованности в сокращении рабочих часов мы в этих опросах не видим. И что касается стрессов на работе и их причин, то, собственно, график рабочий далеко не на первом месте. Но инициатива по сокращению рабочих часов может обернуться уменьшением зарплаты. Иначе работодателю невыгодны такие условия. Поэтому все ищут компромиссы. Такой он рабочий ритм постковидной эпохи. Даниил Седов, Андрей Назаров. Новости по будням.